Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос Воскресе! Христос Воскресе! В этих всего лишь двух словах, дорогие братья и сестры, заключается вся одна глубина, неизреченная глубина в неизменимой любви Бога своему созданию. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Такие слова нам говорит святой апостол, евангелист Иоанн Богословен в своем Евангелии. Действительно, каждому из нас Господь призывает к Себе свои обители. Со всеми нашими странностями, особенностями и всегда благими наклонностями. Кроме того, каждую или другую, а в нашем монастыре они совершаются каждый день, мы слышим с вами слова. «Приимите и одите, сие есть тело мое, за вас ломимое. И затем бейте от чаши себя в си, сия есть кровь твоего Нового Завета». Вот если даже вдуматься в эти слова, перед нами каждый день священник вносит цветы и дары, истинное тело и истинную кровь Христову. И Господь по Своей великой милости нас, недостойных, призывает к Своей трапезе. Он же не говорил, приходите те, те, дары и третий. Он говорит, приходите все, все ко мне приходите. И это еще раз говорит о Его незреченной любви. К нам не всегда достойны этой любви Его раба. Вот мы с вами называемся христианами. Христиане, то есть люди Христовы. А христовые люди, это, как пишет святой апостол Павел, посланник Алатов, те, кто плоть свою распял со всеми страстями и похотями. И тот же апостол в том же послании говорит, что если мы, христиане, живем по духу, то и должны поступать тоже по духу, а не по делам нашей греховной плоти. И совершать, приносить плоды духа, любовь, радость, мир своей души, мир с соседями, с ближними, благость, милосердие ко всем, кротость, бездержание и так далее. И те люди, которые соблюдают заповеди Христовы, и кто преуспевает в совершении этих плодов, удостаиваются от Господа нашего Иисуса Христа в великой славе и в великой честью быть жителями Его Небесного Царствия. И вот примером такой деятельной и исповеднической жизни для нас с вами может послужить в житии святого преподобного Моисея Угрина, память которого Православная Церковь ныне воспоминает. Этот святой жил в самом начале XI века, когда на Руси происходили междусудные войны. Брат на брата шел с войной. И тогда же пострадали святые князья Борис и Глеб. И вот у святого мученика, благоверного князя Бориса, царь, преподобный Моисей, был в дружине. В 1015 году, когда святые братья пострадали, Моисей смог убраться в Киеве. И до 1018 года находился там под покровительством Бредславы, сестры князя Ярослава. Но в 1018 году случился польский набег на Киев. И преподобный Моисей оказался в плену в польском. Он был очень красив собой, высокий, статный, стройный. И в польском плену приглянулся одной богатой вдове, полячей. Она воспаловала к нему страстью и хотела сделать его своим мужем. Но святой Моисей ответит за его в течение Бога. Потому что с самого детства он мечтал принять на себе ангельский образ. То есть образ монашеского жития. Но вдова все равно попросила его у начальников, выкупила и стала прелещать своими богатствами, имениями обширными. Надеясь, что, может быть, на это он согласится взять ее в жены. Но святой Моисей оставался непреклонен. Кроме этого, по тем местам, когда проезжал один афонский иеромонарх, который постриг Моисея в иноги. Узнав об этом, два богатая приказала растянуть его веревками и бить до тех пор, пока земля под ним не пропитается кровью. Но, выдержав это испытание, ему предстояло испытание более сложное. По прошествии какого-то времени, вдова приказала насильно привезти его в свою постель. Но и там святой оказался непреклонен. Он сказал ей, «Я из страха Божия внушаюсь тобой, как нечистый». И за эти слова его постил на третье испытание. Каждый день ему должны были наносить по сто ударов. И в конце концов, подверг еще более серьезным лукам. Но по прошествии какого-то времени, в следствии государственного переворота, получилось так, что вдову убили, а святой Моисей смог добраться до Печерской обители. В эту обитель он пришел, несяк на себе рану мученика и венец победителя, раб раба воина Христова. За те подвиги, которые он совершил в плену, в пользу. Господь наградил его силой, властью над страстами. И не только над своими, но и над чужими. Потому что, когда святой подвязался в этой обители, к нему приходили другие братья, оберживая различными искушениями. И им, каждому приходящему, он помогал. В его жизни описывается случай, когда к нему приходит инок и говорит, очень, вот у меня такая страсть. А святой Моисей всегда ходил с палкой, на которую он опирался, потому что после таких мук, которые он перенес, ходить чисто по-человечески было тяжело. И этой палкой он так слегка ударил в грудь этого брата. И все искушения, все страсти тотчас его оставили. Святой подвязался к вечерской обители в течение 10 лет, и около 1043 года он представился как Господа. Казалось бы, вот ему предлагали имение, богатство, скорее всего, слава, известность. У него было бы все в этом мире. Но он, как истинный христианин, сделал рациональный, с христианской точки зрения, выбор. Ради сокровища нетленного, которые не отнимутся у человека в загробной жизни. Он отказался от всего того, что могло бы ему послужить в этой жизни. И вот этот подвиг, братья и сестры, мы должны иметь с вами перед глазами, потому что мы тоже всегда оказываемся перед выбором. В каждой жизненной ситуации. Будь то какие-то житейские происшествия, или проблемы более такого глобального характера. И подчас человек истинный христианин подвергается выбору, в процессе которого он может даже проявить исповедничество. То есть выбираем, либо мы соблюдаем Божье Слово и живем по Евангелию, по Его заповеди, либо же мы принимаем что-то нерское, славу начальства, благосплонность, хорошую репутацию друзей, еще у кого-то. Бывает даже так, что невозраковленные родственники не поддерживают этого человека. И христианин, который видит, что в Евангелии написано, и вот он соблюдает, начинает метаться. Но Господь в Евангелии от Иоанна утешает нас словами. Если мир вас возненавидел, то не бойтесь, меня он возненавидел прежде вас. И затем апостол Павел говорит, что не видела Бога, не слышала глухо и не приходила на разум человеку то, что приготовил Господь любящим его. Вот эти слова должны стоять выше всех наших решений. То есть как бы ни было здесь тяжело, если мы будем соблюдать заповеди Божьи, будем следовать примеру святых исповедников, выбор которого очевидно был тяжелее нашим. Если нам приходится выбирать каких-то житейских мелочах, пойти не пойти и сделать не сделать, то такие святые, как преподоб Моисей выбирали между тем остаться в живых, остаться здоровыми или пострадать за Христа. И вот памятные подвиги таких подкижников будем и мы твердо стоять в Слове Божьем, вере Христовым, что бы ни происходило. Аминь. С праздником!